МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. Из всех событий, уходящих с 7 дней, мы обсуждаем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте. Наследство детям, счастье на земле. Такой лозунг выбрали в этом году для фестиваля Славянское единство 2017. Не сбавляя темпов, промышленность региона демонстрирует положительную динамику. Акулы-пера и боги эфира. Подведены итоги регионального конкурса СМИ. Лето, отдых, пляж и кишечная палочка. Наши корреспонденты узнали, каким пляжем региона санитарные службы поставили незачет. Собака бывает кусачей. Как выгулять домашнего питомца и не нарушить закон. Ближайшие 26 минут. Неделя из жизни Гомельской области. Какой ее увидели наши корреспонденты. Сегодня славяне всего мира, а это около 270 миллионов человек, отмечают День дружбы и единения. В наследство детям счастье на земле. Такой лозунг выбрали в этом году для фестиваля Славянское единство 2017, который прошел в Брянской области. Организаторы и гости постарались представить на площадках все, что сегодня делается для поддержки одаренных детей в приграничных регионах России и Беларуси. С подробностями Дмитрий Котов. Международный фестиваль Славянское единство уже долгие годы служит площадкой для укрепления славянского мира и развития добрососедских отношений приграничных регионов Беларуси, России и Украины. Масштабный форум всегда проходит в дружеской атмосфере и еще раз напоминает. У нас общая история и общие корни, а потому о разногласиях не может идти речи. Торжественные мероприятия начались в шествии под названием Большой славянский хоровод. Несколько тысяч человек, представители власти, общественных объединений, молодежь, спортсмены прошли по главной улице города Клинцы. Зрелище получилось поистине масштабным. Далее основное действие переместилось на главную площадку праздника в центре города. Фестиваль «Славянское единство» уже 48 лет является символом нашей нерушимой дружбы и добрососедства. Он не был создан по приказу властей, а зародился в сердцах и душах славянской молодежи. Идея, которая почти полвека назад стала основой для ежегодных встреч. Это желание сохранить историю, традиции, культуру и многовековую связь наших славянских народов. История славянских народов многогранна. Мы связаны общей исторической судьбой, христианскими традициями. У нас свой особый путь. Пусть общие истоки славян напомнят всем, насколько необходимо нам быть вместе, жить в мире и в согласии. За последние годы фестиваль «Славянское единство» стал одним из крупнейших международных событий, объединяющих славянские народы Белоруссии, России и Украины. Каждый раз участниками становятся десятки тысяч жителей трех стран. Я сегодня рады стоять на этой сцене, где пролунало поруч с российским гимном два других гимна – гимн Белоруссии, гимн Украины. Они пролунали во имя нашей дружбы, нашего братства. В этом году фестиваль посвящен теме детства. Лозунг форума «В наследство детям – счастье на земле». Сюда приехали около 1500 талантливых представителей нового поколения, победители интеллектуальных конкурсов, спортсменов и творческих ребят из Брянской и Гомельской областей. Фестиваль является большой творческой лабораторией по раскрытию потенциала молодого человека. Вам удалось собрать одаренных детей, талантливую, перспективную и активную молодежь и дать возможность продемонстрировать, на что они способны. На площадке детского славянского фестиваля «Созвездие талантов» юные звезды демонстрируют свои музыкальные и танцевальные способности. А на выставке предприятий Брянской области – презентация возможностей народно-хозяйственного комплекса. Кроме этого, предусмотрено и знакомство с культурным наследием славянских народов. Мастера декоративно-прикладного искусства раскрывают посетителям секреты лазоплетения, гончарства и резьбы по дереву. Особой популярностью пользуются белорусские народные костюмы. Чтобы праздник запомнился, гостям предлагают и множество различных сувениров. Один из самых оригинальных представил кузнец Сергей слесарев. Это монета с изображением эмблемы фестиваля. Печатаем, чеканим монеты. Просто вот такая заготовочка, обыкновенная заготовочка кладется сюда. И любой желающий может отпечатать эту монету на память. Монетка память о празднике получилась. Праздник проходил в приятной и дружественной обстановке. На лицах людей улыбки, вокруг слышен звонкий детский смех. Масса доброжелательных, добродушных людей. Все улыбаются, все счастливы, все как-то уважительно друг к другу относятся. Замечательный праздник. Эмоции только положительные, потому что праздник душевный. Он объединяет всех славян. И очень хорошо, что такая традиция существует. И народы наши братские поддерживают с удовольствием участие в этом празднике каждый год. Фестиваль «Славянское единство-2017» завершился на яркой красочной ноте. Самые лучшие воспоминания у всех участников наверняка останутся надолго. Напомним, главной темой форума стало детство. И не зря говорят, что дружба народов начинается с детей. А потому хочется верить, что зародившиеся здесь искренние дружественные связи послужат укреплению исторически нерушимого славянского единства. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель». Специально для программы «Новости недели». Запас готовой продукции на складах снизился. Сейчас по этому показателю область лучшая в республике. Вообще промышленный сектор региона демонстрирует положительную динамику. На этой неделе на заседании Гомельского обл. с полкома обсудили работу промышленного комплекса, а также перспективы развития туризма. Статистические цифры по выполнению различных экономических показателей в основном превышают 100%. Но, разумеется, за обобщенными результатами работа конкретных предприятий. И тут все индивидуально. Так, с начала года из 230 крупных и средних предприятий более 50 сработало с убытками. Один из промышленных гигантов региона – Мозырский нефтеперерабатывающий завод. В последние месяцы, наконец, начал восстанавливать объемы производства. Что касается диверсификации экспорта, то при сокращении поставок в Россию появляются новые зарубежные импортеры. Сейчас продукция предприятий нашего региона присутствует на рынках свыше 110 стран. Когда-то мы были населены только на российские рынки. Это у нас занимало больше 90%. Сегодня российский рынок составляет где-то процентов в 65-67. Это уже говорит о том, что мы свой экспорт диверсифицируем. Мы сегодня, в общем-то, осваиваем практически все, по всему миру. У нас есть большие или малые поставки. Это говорит о том, что мы сегодня нащупываем, где мы сегодня можем проходить по своей цене. Это и Азия, и Африка. В общем-то, география очень широкая. На прибавку в экономических показателях влияет и туристическая отрасль. В прошлом году впервые за долгое время удалось выполнить задание по экспорту туристических услуг. Радуют и предварительные итоги этого полугодия. Людей, которые отдыхают в санаториях Гомельщины, было на полторы тысячи больше, чем год назад. Кроме того, важно придать импульс развитию промышленного туризма. Гости и жители нашего региона должны иметь возможность посидеть в кабине комбайна «Гомсельмаш» и даже прокатиться на нем или понаблюдать, как изготавливают конфеты или колбасу. Показательный пример – Минский БелАЗ, который ежегодно только на промышленном туризме зарабатывает около полумиллиона рублей. Это и реклама, это и имидж предприятия. Ну а что касается пищевки, это еще и дополнительно своеобразный рынок сбыта. То есть турист сам приезжает на предприятие, видит, как все производится. И, соответственно, через фирменную торговлю он обязательно приобретет то, что он увидел своими глазами, как это делается. На ряде предприятий для организации туров пока существуют различные препятствия, в том числе санитарные. Например, в мясомолочной отрасли. Но в будущем можно надеяться, что закрытых для туристов объектов станет значительно меньше. Президент Беларуси объявил благодарность 12 представителям различных сфер деятельности. В их числе ведущий инженер-технолог отдела развития инновационных технологий БелНИПИ-нефть Михаил Галай. Также за высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитие национальной культуры, благодарность объявлена художественному руководителю Гомельской областной филармонии Галине Павленок и главному дирижеру камерного хора этого учреждения Елене Соколовой. А тех, кто также еще оказался на этой неделе в центре внимания в традиционном обзоре моих коллег. Телеканал «Беларусь-4» – лучшая электронная СМИ Гомельской области. В Краснобережской усадьбе подвели итоги регионального соревнования среди средств массовой информации. Лучшие редакции газеты признаны «Калинковицкие новины», лучшие организации «Телевидение» и «Радио» – телеканал «Беларусь-4 Гомель». Среди журналистов награды получили специальный корреспондент телерадиокомпании «Гомель» Олег Сентюров и редактор отдела культуры газеты «Гомельские ведомости» Дмитрий Чернявский. У фотокорреспондента этого же издания Анны Пащенко диплом первой степени в номинации «Лучший фотокорреспондент». День памяти и скорби. В регионе почтили память жертв Великой Отечественной войны. В «Гомеле» мероприятие открыл митинг у братской могилы советских воинов и подпольщиков у «Вечного огня». Отдать дань уважения и признательности пришли ветераны войны и труда, труженики тыла, представители общественных организаций, трудовых коллективов, молодежь, руководство города. Пинки и цветы к братским могилам погибших возложили во всех регионах. Памятные места реческого района посетили участники марш акций «Дорогами войны, мира и труда», активисты Белорусского фонда мира, ветераны войны и труда, представители областного совета ветеранов, школьники и студенты. Инновационные разработки представили на бирже деловых контактов в «Гомеле». Участниками мероприятия под названием «Перспективные научно-технические разработки» и «Инновационное развитие регионов» стали более 70 представителей инновационно ориентированных организаций. В программе биржи проведение пленарного заседания, выставки инновационных разработок, а также презентации для потенциальных заказчиков и потребителей. Польские разработчики представят сельхозтехнику «Полесси» в популярной компьютерной игре-стимуляторе «Pure Farming». Стимулятор довольно реалистичен и детализован. Каждый урок сможет стать владельцем фермы, спахивать поля и убирать урожай, не отходя от компьютера. Игра поможет представить возможности техники «Полесси». Выпуск запланирован на начало следующего года, но уже сейчас можно найти трейлер. На этой неделе Небесная канцелярия в полной мере показала свою власть над человеком. Из-за колебаний погоды, привычный для этого времени пляжный сезон до сих пор не в разгаре. Качество воды, пляжная торговля и даже статистика погибших на водоемах – свое влияние на все это и доказала погода. Все подводные камни пляжного отдыха в регионе изучила Анна Ковалева. Санитарно-эпидемиологическая служба также оценила центральный пляж, но уже по своим параметрам. Лабораторные исследования, взятые здесь воды, показали отклонений нет. В целом же не все водоемы реки Гомельщины прошли санитарный кастинг. Сейчас купание ограничено на четырех – в городском пляже Наровле, а также в Гомеле, на Новобелецком, Роповском и пляже Каскад. Приостановлено купание в Мозоре на левобережье реки Припять. В этих местах концентрация кишечной палочки в воде превышает гигиеническую норму. При этом что-то предпринять, чтобы исправить ситуацию, невозможно. Приходится почти буквально ждать моря погоды. Ведь именно от нее и зависит частота воды. Специалисты говорят, ее состав в одной и той же реке может быть совершенно разным до сильного ливня и после. Чтобы вовремя заметить, изменения качества воды проверяют все лето. Только за последние три недели в лабораториях санэпидемиологической службы проверили почти 230 проб воды, привезенных со всех официальных пляжей Гомельщины. Обязательно еженедельно берутся пробы воды, как эксплуатирующими организациями пляж, так и нашими специалистами. Еженедельно наши специалисты выезжают на водные объекты и осуществляют надзорные мероприятия. Контроль за санитарным состоянием, осматриваются контейнерные площадки, наличие лежаков и так далее. Итоги этих проверок и дают ответ на главный вопрос, где купаться безопасно. Узнать об этом можно в территориальных центрах гигиены и эпидемиологии, а также на сайтах этих учреждений. К слову, опять-таки, из-за погоды на пляжах не смогла в полной мере заработать с торговли, ведь покупателей в разы меньше, чем в стабильную жару. Из более чем 40 точек торговли и услуг работает только 16. При этом, если установится хорошая погода и наплыв посетителей возрастет, оставшиеся резервы также активизируют. Появятся и новые объекты, только в областном центре откроют 18 таких точек. К слову, недавняя вспышка жары спровоцировала рост статистики погибших на водоемах. О первых с начала лета жертвах мы сообщили в этот понедельник. На сегодня известно уже о пяти случаях, причем все в местах, не предназначенных для купания. Два из них на реке Сож в Гомеле и Ветковском районе, еще один в водах Припяти в Петриковском, остальные два в Реческом и Житковичском районах. Причины и обстоятельства трагедии выясняются. Хотелось бы обратиться к жителям нашей области, строго соблюдать правила поведения на воде, не входить в воду в состоянии болезненном, ослабленном, что может привести к несчастью, не употреблять спиртные напитки, потому что это основная причина гибели людей. Чтобы предупредить рост печальной статистики, идет работа на опережение, контроль сотрудников освода и милиции усилен. На всех официальных пляжах области постоянно работают матросы-спасатели. На летний период штат увеличен. Безопасность на воде обеспечивают более 400 матросов-спасателей по всей области. К слову, благодаря им с начала года спасено 7 человек, из них один ребенок. Более тысячи несчастных случаев удалось избежать. И эти цифры показывают уже человеческие возможности, которые только в этом году помогли сохранить тысячи жизней. Анна Ковалева, Игорь Морищенко, Новости недели. А теперь мы предлагаем обратиться к теме содержания и выгула домашних животных. К четвероногим друзьям, нашим меньшим, можно относиться по-разному. Кто-то заводит домашнего питомца, чтобы воспитывать в детях заботу о ближнем, кого-то животное спасает от одиночества, кому-то подарили друзья. Четвероногий друг в какой-то момент становится настоящим членом семьи и начинает делить с хозяином не только пределы частной квартиры, но и общественную территорию у дома. И не всегда из этого выходит мирное соседство. Наша съемочная группа прошлась по улицам города и понаблюдала, как владельцы собак соблюдают правила выгула домашних животных. Для гомельчанки Галины Петриковой лабрадор Нил – полноправный член семьи. И даже при том, что породистый питомец внимания требует больше, чем ребенок, отказаться от него хозяйка вряд ли сможет. Друг все-таки и обладатель многочисленных наград. Выгуливает женщина-любимца, обязательно вооружившись специальным пакетом. Уж она-то знает, как это – убирать на детских площадках и в зеленых зонах. Работаю я в домоуправлении, дворник по комплексной уборке рабочая. Ну, убираем, конечно, много. Сделаешь замечание, они пройдут мимо и еще могут им в ответ сказать. С нерадивыми владельцами домашних животных ведут войну не только дворники, но и бабушки, дедушки, малолетних детей. Много претензий к хозяевам четвероногих друзей и у тех, кто не считает хорошей идеей держать собаку в квартире. Если держать собаку, то ответственность должна быть трижды, чтобы собака не мог не покусать, не напугать ни детей, никого. Бродяшек отлавливать надо, а таких козелапы смотрят за ними, которые выгуливают. У нас тоже где-то здесь есть выгол собак, но они все гуляют на школьном дворе. У меня двое маленьких внуков, и мы ни в песочице не можем во дворе гулять, ни вот здесь, везде какашки. Поэтому, конечно, нужно какой-то принимать закон, какой-то их ужестощать и обязывать, чтобы они за своими собаками убирали. Только денежные, так сказать, наказания имеют сейчас существенную роль, но это зависит от общественности, от сознания людей. Между тем, правила содержания домашних питомцев обязывают людей гулять с животными на специально отведенных для этих целей площадках. В каждом районе Гомеля такие места давно определены и оборудованы соблюдением всех требований. К примеру, в советском районе областного центра общественных площадок для выгула собак четыре, одна из них в пятом микрорайоне. Здесь можно выгуливать и дрессировать все породы, к тому же абсолютно бесплатно. Кроме того, как сообщили в администрации советского района Гомеля, за счет средств инвестора до конца года должно появиться еще одно современное место выгула. В текущем году планируется за счет инвестора, который строить будет автомойку на улице Лазурной Косарева, будет установлена новая площадка взамен старой. А старое оборудование мы стараемся расставить на имеющейся площадке, доукомплектовав до необходимых норм. Мы единственное сейчас подбираем место. Если бы собаководы были более сознательные, конфликтов можно было избежать, так считают многие. Зато у самих хозяев четвероногих друзей свое мнение на этот счет. Недостаточно площадок для выгула собак. Либо они находятся так далеко, что животное до этой площадки просто не дойдет. То есть животное, как правило, собаки выгуливаются два-три раза в день. Сознательно терпит и как только выбегает из подъезда на первую попавшуюся же травку тут же ходят. И как бы животному в принципе это не объяснишь. Да и не стоит это объяснять. Просто должны сами понимать, что если животное сходило, то вы должны за ним убрать. Мы как местный орган власти должны соблюдать интересы всех. Не только собаководов, но и граждан, которые отдыхают в этих жилых массивах. Поэтому, как правило, площадки не проектируются в самом микрорайоне. Они всегда должны находиться немножко, конечно, в доступности от микрорайона, но немножко подали от самих домов. Чтобы не было нареканий со стороны отдыхающих граждан у себя дома, так как это все-таки собаки, лаи, где там уже вопросы антисанитарии стоят. Поэтому они должны быть на небольшом удалении. Конечно, каждый хозяин по совести выбирает сам, как воспитывать себя и своего любимца. И как бы банально ни звучало, следует помнить, мы в ответе за тех, кого приручили. Наталья Игнатенко, Елена Троценко, Евгений Макеенко специально для новостей недели. Сегодня в нашей стране отмечается День молодежи, праздник творчества и вдохновения, энергии и задора, познания и самоутверждения. По статистике, почти каждый пятый житель Беларуси относится к этой категории. Больше всего молодежи в нашей стране проживает в столице, более полумиллиона человек. Далее идет наш регион, почти 300 тысяч человек. О том, как в регионе прошел День молодежи, мы расскажем завтра в новостях. А пока продолжаем вспоминать главное событие уходящей недели. Успешная я в Гомеле прошла бизнес-встреча деловых женщин. Около 50 участниц мероприятия узнали, где можно получить консультационную помощь и финансовую поддержку для развития своего дела. Организатор встречи – один из белорусских банков. По результатам опроса, проведенного среди деловых женщин нашего региона, оказалось, что в непростой экономической ситуации они больше всего нуждаются именно в консультативной помощи и готовы тратить на повышение своей образованности и время, и деньги. Ведь знания в бизнесе – это фундаментальный капитал. В Гомеле прошел международный семинар по вопросам радиационной защиты окружающей среды. Его организаторы – Гомельский институт радиологии и Центр оценки ядерной защиты из Франции. Главная задача – обмен экспертным опытом по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и выработка практических рекомендаций по их недопущению. Участники форума – ученые из Белоруссии, Ирландии, Франции, Норвегии и Японии. В качестве примера рассматривали белорусский опыт и практику японских ученых в преодолении последствий аварии на «Фокусима-1». Акция «Моя Украине» приехала в Жлобин. К ней подключились не только творческие коллективы общественной организации, но и спасатели, автолюбители и даже металлургии. В программе «День открытых дверей на БМЗ» многочисленные концертные программы, спортивные соревнования, розыгрыши подарков и выставки. А теперь мы расскажем о наиболее значимых культурных событиях региона. В Гомельском городском центре культуры сейчас можно окунуться в атмосферу советской эпохи. На этой неделе здесь открылась выставка «Рожденная в СССР». Рабочий инвентарь, бытовые принадлежности, военное бундирование. Всего более тысячи интереснейших экспонатов советской эпохи представлены из собрания гомельского коллекционера Геннадия Гайкова. Ближайшие несколько минут об этом и не только. Более подробно расскажет наш культурный обозреватель Вероника Варашилина. На этой неделе отмечался День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. А потому многие культурные события региона были приурочены именно к этой трагической дате. Все для того, чтобы еще раз напомнить подрастающему поколению о том, что уроки войны, как и героический подвиг наших земляков, забывать нельзя. Одно из наиболее массовых патриотических мероприятий развернулось в кинотеатре имени Калинина. На открытой площадке у входа звучали песни военных лет и демонстрировалась экспозиция документальных фотоснимков. Затем всех участников акции пригласили на просмотр нового белорусского художественного фильма «Тень врага», посвященного героям разведки Великой Отечественной войны. Свободных мест в зале не было. К памятной дате в Гомеле также приурочили патриотическую акцию, которая прошла в сквере имени Громыка. Здесь развернулась театрализованная концертная программа. Главная идея – через хореографические и вокальные номера воссоздать события военной эпохи. Со сцены артисты повествовали о юных медсестрах, которые на своих хрупких плечах выносили с поля боя раненых солдат, о самоотверженных фронтовых подвигах, которые часто совершались ценой собственной жизни. О людях, которые были лишены детства и молодости, были вынуждены пройти этот сложный отрезок военного времени. Концерт получился по-особенному душевным. А Гомельский городской центр культуры на этой неделе всем желающим предложил перенестись в эпоху СССР. Здесь представлен рабочий инвентарь, бытовые принадлежности, всевоенное обмундирование и многие другие уникальные предметы тех лет и реалий. Всего более тысячи интереснейших экспонатов советской эпохи. Выставка, рожденная в СССР, собрана гомельским коллекционером Геннадием Гайковым. Многие раритетные вещи он восстановил своими руками, подарив им вторую жизнь. Сегодня отмечается День молодежи. В Гомеле проходят многочисленные развлекательные мероприятия, приуроченные к этому празднику. Наиболее массовые торжества развернулись на площадке у Ледового дворца. Здесь организована большая концертная программа с участием творческих коллективов областного центра, а также звезд белорусской эстрады. Следующая неделя обещает быть не менее яркой. Во дворце Румянцевых и Паскевича откроется выставка живописных работ, которые расскажут об истории и традициях коренного населения континента Австралия. А в Жлобинском дворце культуры Металлургов пройдет галоконцерт смотра конкурса художественной самодеятельности «Вперед из песней». И на этом все с самыми интересными культурными событиями региона. Вознакомили Вероника Ворошилина и Евгений Макеенко. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». Это были итоги минувших семи дней. На будущей неделе мы продолжим следить за происходящим, чтобы рассказать главное. До встречи.